Здравствуйте, в эфире ДПС, студия Анастасия Бойко и в каждом выпуске программы только свежие дорожные новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мама 13-летней девочки трагически погибла в автокатастрофе на Ордынской трассе. Дочь выжила чудом. Женщина автомобиля Киа ехала из Ордынского в Новосибирск, решила обогнать попутки, выехала на встречную полосу, но не рассчитала расстояние до встречных машин. Седан лоб в лоб порезался в КамАЗ. От удара грузовик попал в кювет и перевернулся. Хозяйка Киа скончалась на месте. Водитель Форда двигался по Пирогово в сторону проспекта Лаврентьева. Мужчина не справился с управлением, автомобиль выехал на встречку и врезался в Мазду. Владелица Мазды и ее пассажирка попали в больницу с переломами и ушибами. Виновник ДТП проходить медосредствование отказался. По данным очевидцев, он был пьян. 18-летний парень решил перебежать дорогу вне зоны перехода, хотя до зебры оставалось всего 10 метров. Водитель Тойоты не успел среагировать и нажать на тормоз. Пешеход попал в больницу с рваной раной на лице. Чем выше класс машины, тем больше штрафов получает ее владелец. Аналитики составили необычный рейтинг. В него вошли люксовые иномарки Lexus, Infiniti, Audi, Mercedes и BMW. Средним хозяевам таких машин выписывают от 5 до 11 постановлений в год. В основном за быструю езду. Это неудивительно. На дорогих иномарках скорость при движении не чувствуется. Машина идет плавно и не подпрыгивает на кочках благодаря хорошей амортизации колес. Да и самих водителей часто только подзадоривает факт, что авто может разогнаться до 200 всего за несколько секунд. Большинство получателей штрафов – молодые водители в возрасте от 18 до 30. Психологи говорят, у таких еще не сформировано чувство страха. Угон могут переквалифицировать в кражу. В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому водители за похищение чужого движимого имущества понесут более тяжкое наказание. Сейчас им грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере 120 тысяч рублей. Если статью изменят, то осужденным придется отбывать в тюрьме не меньше пяти лет. А кроме того, возместить материальный ущерб пострадавшему в двукратном размере. Или в четырехкратном, если машину угонят несколько человек в сговоре. К слову, по статье за угон привлекаются те мошенники, которые вскрывают автомобиль обычными ключами. А по статье кража – лица, которые используют системы взлома и воруют автомобиль для последующего распила или перепродажи в другой стране. Представители «Гринписа» выразили благодарность создателям электронных паспортов технических средств. Теперь нет необходимости вырубать тысячи деревьев для производства бумаги. За один год удастся сохранить почти пять тысяч стволов. Из них можно изготовить семь с половиной миллионов листов формата А4. Учитывая, что только регистрацию авто за указанный период совершают примерно полтора миллиона человек, выгода очевидна. Для производства электронных ПТС нужен только компьютер. Три копии автоматически попадут в базы ГИБДД, банка и страховой компании. А документом, который будет подтверждать подлинность электронного паспорта, станет бумажный договор купли-продажи авто. Безопасности машин угрожают не только сосульки, летящие с крыш, но и снег. В сети появилось видео, на котором снежная лавина сходит прямо на одну из парковок в Кабардино-Балкарии. Серьезные механические повреждения получили 15 иномарк, которые владельцы оставили на охраняемой стоянке. К счастью, в момент ЧП людей в салонах машин не было. Выплату по страховке в таком случае могут получить только те водители, которые оформили КАСКО. Далее в программе наша постоянная рубрика «Две беды». В ней собраны кадры ДТП, которые попали в объективы регистраторов, ну а затем оказались в интернете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok